Друзья, приветствую всех на моем канале! Сегодня новый ритуал, который называется чистка желудка поджелудочной панкреатит и вся эта зона, область желудочно-кишечного тракта. Я хочу сейчас сделать объявление. Девушка Дарья, которая вчера оплатила мне консультацию, я вас записывала в Вайбере, у меня исчез ваш аккаунт, я ничего не блокировала. Я вас записывала в расписание, в тетрадь и случайно что-то пальчиком нажала. Ваш номер у меня не сохранился, вас нет, у меня в Вайбере. Пожалуйста, найдите меня или хотя бы у вас украинский номер, найдите меня по мобильному телефону, вы мне, пожалуйста, напишите смс или найдите мне в WhatsApp, в Вайбере, меня, мой номер телефона тот же. Потому что, ну так случилось, я записывала вас на консультацию предварительно на вторник на 11 утра, выйдите, пожалуйста, на связь. Это произошло случайно, никого не блокирую. Блокируют только те, которые мне достают какой-то период времени, поэтому с Дарьей, пожалуйста, случилось вчера как бы так. Но это ваши препятствия, конечно, поэтому, Дарья, жду вас. Сейчас я снимаю видео-ритуал, который называется, я уже сказала, панкреатит, поджелудочный желудок. Очень больная тема, тяжелая, тяжело лечиться. Значит, поджелудочная любит холод и голод. Я вам говорю всегда свои рекомендации. Вы ходите к докторам, пожалуйста, они выписывают вам лечение. Но вы же понимаете, даже ваше питание и образ жизни, и ваши мысли сказываются на вашем самочувствии. И, конечно, очень часто наши болезни и наши какие-то проблемы, проблемы по здоровью связаны с нашим характером. Даже о том, с теми обстоятельствами, в чем вы находитесь. Мнительные, думаете, нервничаете. И очень часто вы получаете какие-то болезни как следствие. У меня эзотерический магический канал, поэтому солнечное сплетение – это третья чакра. Это зона желудочно-кишечный тракт, верхняя часть поджелудочного. Желудок – это солнечное сплетение. Очень часто, когда вас обестачивает солнечное сплетение, эту чакру, которая в том числе находится среди денежных чакр, но это чакра воли, чакра вашей силы воли, когда вас подавляют рядом живущие люди, либо на работе, либо гнобят, либо много лет вы что-то о невысказанной обиде, вы что-то терпите и пожираете себя изнутри своей энергетикой, обижаетесь на весь мир, на себя и переварите постоянно негативную энергетику в себе. Конечно, бывает, и сразу страдает панкреатит, вы получаете. Либо гастрит в желудке, либо язва. Тоже с этим связано. Значит, поджелудочная железа любит холод и голод. Я рекомендую не кушать, не пить кофе. У кого есть проблемы с поджелудочной, можно один раз в день, но только натуральные или там немножко в маленьких количествах. Но вы обращайте внимание, что поджелудочная не любит кофе. Особенно гранулированный растворимый кофе пить нельзя для поджелудочной. Это вредно. Шоколад, особенно молочный, любой шоколад для поджелудочной нельзя. Бананы нельзя. Углеводы нельзя. Очень умеренно. Значит, жирные масла сливочные, разные навары нельзя. Вот эти все колбасы с сушеным салями. Жир, значит, сухой. Твердый сыр нельзя. Навары нельзя. Бульоны нельзя. Кости проваривайте для борщика, нельзя для супчика. Вообще навары нельзя никогда. Бульоны никогда. Если у вас проблемы с поджелудочной. Все остальное, там очень большой еще список. Даже может быть ожог от лекарств, ожог желудка, от лекарств, от приема определенных лекарственных препаратов. И желудок, идет слизистая, ожог слизистой медикаментами в желудке. И это сказывается, блокирует поджелудочную железу. Она начинает спазмировать. Спазмирующие такие боли поджелудочная. Сжалась, разжалась. Вот такие какие-то спазмирующие боли. Очень неприятные. Вплоть до обморочных состояний. Это все дает поджелудочная. Расстройство желудка. Расстройство кишечника. Расстройство желудочно-кишечного тракта. Вы бегаете в туалет. Это все поджелудочная. Поэтому симптомы могут быть похожи и разные. Но тяжело лечиться. И любит поджелудочная. Любит холод, голод и спокойствие. Я сейчас буду работать с этой проблемной поджелудочной. С желудком, конечно. Вы свою жизнь проживаете. Вы, конечно, знаете, что вас раздражает. На чем вы зацикливаетесь. Очень часто блокируют магические. Делают разные порчи магические. Просто вас блокируют и подавляют. И у вас страдают. И вы получаете болезни. Желудочно-кишечного тракта. Поджелудочная. И панкреатита. Я разговариваю, как у меня идет энергетика. Как сейчас идет, так я и разговариваю. Поэтому не обижаемся. Если вам что-то не нравится мой голос, вы можете убрать звук. Благодарю вас всех за комментарии, за все, что вы мне пишете. Интересно вас читать. Уже начали писать очень интересные, конечно, результаты. Иногда вы пишете мне. Иногда вы пишете мне лично. Очень много, конечно, у вас историй. Каждый новый человек, который мне рассказывает свою историю, когда на консультациях я вас слушаю, рекомендую что-то. Конечно, у вас у всех такие тяжелые истории очень часто бывают. И вы не знаете, как из этого состояния выйти. То, что я могу вам рассказать, да, я всегда вам говорю. Сделайте вот так и вот так. Или вести себя нужно так и так. Или это следствие, это вот это вот. Я консультирую на консультации все ваши большие истории. Не пишите мне, пожалуйста, в WhatsApp и Viber. Пишите короткие смс. Запись на консультацию в WhatsApp и Viber. Пожалуйста, я назначаю консультацию после оплаты. Моя консультация платная. Выделяю для вас время, назначаю. И мы с вами разговариваем, консультируемся. Сейчас я работаю. Это если вам нужна моя помощь или хотя бы консультация. Сейчас я работаю. Я работаю энергиями во всех моих ритуалах. Вы это знаете. Сегодня идет такой поток. Быстро разговариваю. Высшие силы вам дают помощь через меня. Я работаю много лет. Я практик. Работаю энергиями. Все в мире есть энергия. Внутри, снаружи все есть энергия. Вы просто смотрите все мои ритуалы на моем канале бесплатные. Когда я молчу, я работаю тоже. И разговариваю, я тоже работаю. Все ритуалы работают с первой минуты. Мои ритуалы. Но вы все разные. Поэтому истории у вас положительные. Результаты после моих ритуалов будут разные. С луной я не связываю свои ритуалы. Кто-то мне постоянно пишет по поводу луны. Но вы же живете каждый день. Как мы будем связываться, привязываться к луне, если нам нужно здесь и сейчас работать. Покупать, продавать, лечиться, жить, детей растить, самим развиваться. Но мы же не будем ждать, когда у нас там луна нам покажет знак, да? Поэтому я работаю здесь и сейчас. Каждый мой ритуал, любой ритуал работает с первой же минуты, секунды, как только вы зашли на мой ритуал на канал. Все мои ритуалы бесплатные. Смотрите много раз. Откупы делать периодически. После каждого ритуала откупы делать не нужно. Я уже об этом говорила много раз. Смотрите другие мои видео. Я всегда рассказываю периодически по поводу откупов. Зачем мы их делаем? Как их делать? Я все это рассказываю. Поэтому если вы задали, просмотрели несколько ритуалов, вы не понимаете, зачем нужны откупы. На какую луну смотреть мои ритуалы? Значит, вы посмотрели моих ритуалов, мало моих видео. Значит, смотрите другие. Все это услышите. Секретов нет. Я вам рассказываю проверенные методы. Так, сейчас я работаю с желудком, поджелудочная. Желудок. 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 Я здесь все работаю. Даже если я молчу, я работаю. Ритуал работает. Подавляет вашу силу воли для того, чтобы вас, вами управлять. Поэтому, страдая солнечное сплетение, страдают органы, которые входят в зону солнечного сплетения, третьей чакры. Очень часто болезни появляются в желудке и в поджелудочной, потому что пробита чакра, третья чакра. Когда вас подавляют постоянно, либо делают магию и пробивают, подключаются к третьей чакре, даже к красным чакрам, а следствие можете получать в третьей чакре, в виде болезней. Либо проблемы у вас. Весь организм взаимосвязан. Поэтому, даже когда у вас проблемы, болит голова, то проблемы у вас могут быть внизу, в животе, в кишечнике и так далее. Поэтому я всегда разговариваю на консультации, потому что, знаете, как таблетки от головы, но голова-то болит у кого-то от давления, у кого-то от интоксикации, у кого-то на погоду болит. А таблетки-то все одинаковые. Поэтому от головной боли. Поэтому нужно разбираться в каждой ситуации. Я имею в виду, каждый человек — это новая история. Кто-то мне написал, чтобы я сделала... Вчера мне написали, чтобы я сделала ритуал, потому что очень сильный, зверский аппетит. Очень женщина писала мне сделать ритуал, чтобы снизить аппетит. Ну, у вас может быть проблема с аппетитом по разным причинам. Это не только потому, что когда вы ощущаете голод. Нет, у вас может быть проблема с... Истощается мозг, поэтому требует кушать что-то. Поэтому, конечно, нужно с этим разбираться. Конкретно с каждым человеком нужно. Поэтому я консультирую на консультациях. Я выделяю вам время для того, чтобы поговорить с вами. Я работаю, работаю сейчас. По поводу диеты, когда у вас панкреатиты и проблемы с желудком. У меня свой взгляд на продукты, которые можно кушать. Потому что очень часто я смотрю на ту диету, которую вам выписывают. То, конечно, это трэш. Потому что половину продукта вам кушать вообще категорически нельзя. А вам выписывают диетологи вот такую вот диету. Поэтому я разговариваю конкретно с каждым человеком. В том числе болезни наши появляются. Причина-то разная. У кого-то магия. У кого-то муж рядом или жена раздражает. У кого-то гнобит начальник на работе. Ну, причины-то разные. А следствия похожи. Симптомы могут быть похожи. А причина-то какая? Вы меня просили уже не один раз. Списали сделать ритуал от сахарного диабета. Но вы понимаете, что диабет-то это сложный процесс. И одним ритуалом вы проблемы не решите. Это сложная тема, в которых нужно разбираться, даже рассказывать вам конкретно, подробно, что вам как себя вести, что кушать, что пить, что делать. И как себя вести. Потому что диабет-то бывает разный тоже. Ну, это кармические болезни. Конечно, диабет это кармический. Но нам же надо как-то с этим жить. Людям, у которых диабет. Правильно? Поэтому свою жизнь проживаете вы. Я вам только помогаю. Смотрите мои ритуалы много раз. Но вы же пьете, когда лекарства вам выписывают. Таблетки. Одни таблетки, другие. Вот мои ритуалы. Это тоже лекарства. Просто энергетические лекарства. Ну, вам-то нужно разное количество моего лекарства в виде моих ритуалов, в виде энергии. Правильно? Поэтому сказать, кому сколько раз смотреть, я не знаю. Не скажу. Не знаю. Смотрите. Регулярно смотрите. Регулярно смотрите. Могут быть ощущения, как будто у вас что-то движется в желудке, в поджелудочной. И в других органах, конечно, внутри, в теле могут быть движения. Потому что энергия движется. Вы даже можете в стопах, или в ногах, или в руках, или в голове чувствовать движения. Потому что мы же единое целое. Энергия-то движется даже вокруг вас и внутри во время моих ритуалов. После окончания ритуала энергетика у вас еще работает. В петлю. Регулярно. Нес techno. Несemplo. Продолжение следует... У вас могут быть на солнечном сплетении привязки и идёт откачка энергии. Поэтому могут быть болезни из-за оттока энергии. Кто-то крадники ставит, поэтому у вас тоже воруют энергию. И энерговампиризм тоже. Проблемы с желудочно-кишечным трактом и желудками поджелудочными тоже могут быть следствия от крадника вашей энергии. А крадники делают с помощью магии, конечно. И не только, а и с помощью магии. Разных энергетических сеансов. Не буду называть здесь, потому что это отдельная тема. Программирование, кодирование, головы, мозгов, гипноз. Это всё инородное воздействие на вас. Это то же самое, что вам сущность в голову поставили. Где-то разместили, и вы уже получаете негативные следствия. Вот это всё то же самое. Это отдельная тема. Компьютер у нас в голове, поэтому я всегда говорю. Начинаем просмотр всех моих ритуалов на канале. Когда вы новенький, вы можете смотреть любые мои ритуалы. Но лучше всего смотреть много ритуалов на голову. Потому что компьютер находится в голове. И другие чакральные чистки. И чистки порч разных. Но акцентируйтесь на голову. Голову чистите, конечно. Вам это поможет полностью на весь организм. И на процессы вашей жизни. Не только на болезни. Не только на оздоровление, а на процессы вашей жизни. Потому что вы же живёте вашу жизнь. Вы же думаете, как вам, что вам сделать дальше. Завтра, сегодня. Как поступить в той или иной ситуации. Поэтому же мысли-то у вас в голове есть. Какие-то планы, мысли. И, конечно же, вы должны быть в хорошем состоянии, чтобы понимать, куда идти в жизни. И что делать. Ясность должна быть в голове. А вам эту ясность закрывает очень часто, блокирует даже люди, которые рядом с вами живут. Или родственники. Или на работе. Да где угодно. Соседи. Да где угодно. Для этого делаются магические всякие психологические приёмы, когда вам навязывают, внушают ни ваши мысли, ни ваши действия. Сделай вот так вот. Сделай вот так. Зная заблаговременно и специально, что они вас направляют не в ту сторону, не в то русло, не туда. Потому что люди хотят вам навредить. Поэтому никому ничего не рассказывайте. О своих планах никогда никому ничего. Сколько вы зарабатываете, никогда не рассказывайте. Обращайте внимание, кто вами манипулирует. Потому что манипуляторов в нашей жизни есть очень много. Которые хотят нашими руками что-то сделать. А потом вы пожинаете негативные следствия. Поэтому все разные. Я просто не могу все истории здесь рассказать. Потому что вы все разные. Но если то, что я вам рассказываю, к вам не относятся, пожалуйста, не принимайте этого внимания. У вас просто оздоровительный сеанс. Но у меня не просто оздоровительный. Даже все ритуалы, которые по поводу лечения болезни или просто оздоровления, во всех моих ритуалах работает энергия. Поэтому во время любого моего ритуала у вас чистится порча, привязки, крадники. Обратка идет автоматически. Высшие силы отправляют обратку. Я никому обратку не отправляю. Есть законы Вселенной, которые работают автоматически. Даже если вы об этом не знаете. Во всех моих ритуалах происходит чистка вашего энергетического тела. Ваших энергетических тел. Ваши энергетические тел. Ваши энергетические тела. Ваши энергетические тела. Продолжение следует... 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 зубы чешутся, десна чешутся мне говорили во время моих ритуалов тоже, это нормально воспалительные процессы уменьшаются уходят воспалительные процессы я могу разговаривать ритуалов, потому что я не читаю заговоры я могу разговаривать в любом моем ритуале ритуал работает я могу разговаривать я могу разговаривать дышать легче, да? кто-то не может глубоко вдохнуть сейчас будет легче до ритуала не мог глубоко вдохнуть глубокий вдох не могли сделать сейчас после ритуала будет легче поднимать срабатывать кол-то срабатывать недоступны к у кого-то сутулость давит на желудок вы в таком постоянно либо сидите и постоянно вот в таком сутулом состоянии это передавливается желудок и поджелудочно вы в таком сутулом состоянии ну как легче вижу что легче чувствую вы в таком сутулу вы в таком сутулу вы в таком сутулу так энергетика поменялась легче легче дышать легче тяжесть ушла у кого-то еще процесс идет у всех еще идет процесс поэтому кто-то чувствует то что я говорю уже чувствует а кто-то еще через какое-то время у вас произойдут улучшения концу ритуала или там через полчаса или через пять минут у всех по-разному у кого-то уже сейчас легче кому-то кому-то нужно два раза посмотреть можете смотреть очень часто желудок повышает давление от желудка повышается давление причем резко это одна из причин желудок ни с того ни с сего у вас повышается давление желудок тоже с этим связан то что вы съели кислотность какая у вас желудки все это связано кто не знал я вам рассказываю в том числе причин много повышенного давления в том числе и желудок и желудочно-кишечный тракт все это Продолжение следует... Продолжение следует... Прогорят до конца свечи, связывают с окончанием ритуала. Свечи прогорели, значит, уже всё произошло. Нет, всё происходит благодаря моим энергетике, моим усилиям, моей энергии. Ритуал делаю для вас я. Всё под контролем держу я, потому что вас много. Из разных стран, из разных городов. Болезни разные у вас. Состояние разное. Но вы же хотите результат, да? Чтобы был положительный этот результат для вас. Организовываю я, потому что весь ритуал работает благодаря мне. Моей психической энергией, моим наработкам, моим усилиям, моей энергии. Моим знаниям, моим умением. Потому что я практик, высшие силы готовили меня много лет. Благодарю вас всех за всё. Жду вас на моём канале. До встречи, друзья!